Что такое экспорты и импорт, конструкторы страниц на WordPress в DVPageBuilder? Как это может сократить вам время при создании сайта и как это удобно? Подробности в этом видео. Меня зовут Федор Васильев. В прошлом видео я показал замечательный эффект при наведении мыши, как реализовать подобные элементы в DVPageBuilder. Действую я по своему демо-примеру, вот по этой странице, небольшой сайт, который я собрал в DV. Следующий блок, который надо было бы объяснить, это нижний блок с интересным эффектом. Я здесь немножко выглядываю, но при наведении мыши на этот блок, я как будто бы рукой своей опускаю ниже этот блок, тем самым показываю вот здесь вот информацию обо мне. И также тот блок, который я опускаю, имеет свой контент. Я не буду объяснять, как построить такой блок, так как он делается по аналогии, как в предыдущем уроке я показывал, вот эти вот эффекты. Исходя из этих же навыков, я создал ниже вот такой похожий блок. Думаю, вы справитесь, разберетесь, как его реализовать, если этот эффект вам понравился. Но на этом примере я хочу показать, как пользоваться импортом и экспортом, то есть перенести часть контента уже готового на другой сайт. То есть вот это у меня сайт на демо-домене. И есть домен, который на локальном хостинге. Здесь, на этом сайте, я вам показываю, как сделать сайт, то есть по своему примеру. То есть вот на этом домене у меня готовый сайт. На этом домене я повторяю этот сайт из урока в урок. Естественно, здесь этого блока у меня нет. Поэтому в этом видео я покажу, как перенести готовые блоки, это называется экспорт и импорт, с сайта на сайт. Для начала я перехожу в свой сайт, который у меня готов. То есть я буду переносить вот этот блок, который у меня уже готов. Перехожу в админку. Далее я перехожу в страницы. Перехожу в главное. Открываю страницу в режиме редактирования. И как здесь будет происходить экспорт. То есть сначала я выгружаю готовые блоки сайта на компьютер. Потом этот файл в формате JSON я импортирую уже на второй сайт. Здесь у меня разделен контент на две секции. То есть вот синей рамочкой помечается. Это та секция, где у меня белый блок, где расположен я и с текстовой информацией. Вторая синяя секция, вот этот блок, это уже нижняя секция, где у меня фиолетовый экран с кнопками, с текстом и иконками. То есть мне надо будет сделать экспорт двух секций. То есть смотрите, здесь я навожу мышь на секцию. Вот по этой иконке кликаю и добавляю сначала в библиотеку. Имя задаем. Так, чтобы вы не запутались. Я пишу первый блок. Дальше сохранить как глобальный. Здесь можно поставить птичку. В данном случае мне это не нужно. Добавить в категорию. Тоже в категорию я не добавляю. Я нажимаю сразу сохранить в библиотеку. Здесь идет прелоудер. Все. Верхнюю секцию мы сохранили. Теперь я сохраняю нижнюю. То же самое, только это блок 2. Обязательно помечаем. Нажимаю сохранить библиотеку. Все. На этом сайте сохранили. Теперь надо выгрузить эти готовые блоки на компьютер. Я перехожу в консоль. Далее наводим мышь на DV. И здесь есть отдельная вкладка библиотеки. Библиотека DV. Заходим в нее. Вот они два блока, которые я только что сюда разместил. Ставим галочку, помечаем, выделяем оба блока. И нажимаем вот здесь на кнопку импорт и экспорт. Здесь как-то можете название выделить и написать свое. То есть я просто напишу блок. И нажимаю вот на эту кнопку. И происходит процесс. Вот сейчас вы видите галочка помечилась. А вот всплывает окно. Видите вот здесь имя файла блок.json. Выбираем папку на компьютере, куда мы хотим скачать данный файл. Итак, я выбрал папку, нажимаю сохранить. Все, вот здесь вот я вижу, что файл загрузился на компьютер. С сайтом примером здесь все. Я перехожу в админку второго своего сайта. Там, где я вам показываю. Там, где у меня нету этого блока. Вы видите, внизу ничего здесь нет. В админку. Заходим. Также перехожу здесь в библиотека. Импорт и экспорт. Здесь я нажимаю импорт кнопка. И вот кликаю вот сюда. Вот в эту область у меня открывается окно. Я нахожу свой файл .json. Открыть. Не ставлю здесь птичку. Нажимаю вот на эту кнопку импорт. И жду, когда у меня загрузится все на второй сайт. Ждем, пока не покажется, страница не обновится, что на этом сайте. Вот они, два блока. То есть они уже здесь на сайте. Их останется лишь только поместить на страницу. Далее уже остается самое простое. Мы переходим в страницы. В ту страницу, где мы хотим разместить данные блоки. В режиме редактирования. Страница открывается. В самый низ прокручиваю, так как я хочу внизу их расположить, эти блоки. Нажимаю на синий плюс в самом низу. И здесь я выбираю добавить из библиотеки. И вы видите здесь те блоки, которые мы только что загрузили на сайт. Вот блок 1, блок 2. Сначала я оставляю первый блок. Здесь сначала из-за специфики самого контента, как я это все делал, размещал, возможно, некрасиво, непонятно. Просто потому, что нет второго блока. Они идут как бы вместе, чтобы эта красота. И то, что я хотел донести, вот эти классные эффекты, чтобы это все смотрелось, обязательно нужно сразу добавить второй, тот блок, который я экспортировал на компьютер. То есть я также нажимаю по синему плюсу. Добавить. И уже блок 2 добавляю. Все. Видите, второй блок, он просто перекрывает мой тот первый блок, где я стою. И все у нас, в принципе, готово. Останется лишь вот эту иконку поменять. Она у меня другого была цвета. Весь контент, даже фотографии переместились, причем фотографии я отдельно не загружал. Они, эти фотографии, оказались в файле .json и располагаются они там же в медиапространстве самого WordPress. То есть здесь все нормально. То есть ничего дополнительного делать здесь не надо. И смотрим, как это уже готово смотрится на самом сайте. Надо здесь сохраниться. Идем на сайт, смотрим, что внизу никакого блока нет. Обновляю страницу. Этот блок размещается и анимация, которая была использована, она также здесь. То есть все абсолютно перенеслось. И при наведении, самое главное, этот эффект уже работает, текст виден. То есть все-все перенеслось абсолютно. И сами фотографии. Здесь две картинки. Я и отдельно здесь у меня вырезана моя рука. Чтобы добиться такого эффекта, нужно было разделить эти картинки. Мне было тоже интересно, где эти картинки. Вы можете перейти в консоль уже своего сайта, куда вы все перенесли, перейти в медиафайлы в библиотеку и увидеть эти картинки здесь. То есть они автоматически из файла JSON здесь размещаются в нужном месте, там где все фотографии на WordPress хранятся. В этом видео я показал, как экспортировать, импортировать отдельные части сайта. У вас сразу может возникнуть резонный вопрос, а как экспортировать целую страницу целиком. Вот мы всю ее собрали, как ее экспортировать, импортировать на новый сайт. То есть прямо здесь в режиме редактирования я вам показывал, есть такие иконки. То есть вот здесь они спрятаны, вот здесь они открываются. Вот эта вот иконка, по ней кликаем, даем название, например, страница 1 и нажимаем экспортировать. То есть здесь вы выкачиваете всю страницу на компьютер, а уже на другом сайте, также в режим редактирования в страницу заходите, кликайте по той же кнопке, но выбирайте импорт. С компьютера выбираете файл JSON, уже целой страницы, выбирайте критерии, какие здесь вы используете и нажимаете импорт. Все, и вся страница будет перемещена в DV на второй сайт. Если вас плагин DVPageBuilder заинтересовал, купить вы его сможете по ссылке в описании к этому видео. Покупая DV, таким образом вы поддерживаете меня. На этом видео я заканчиваю и увидимся с вами в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok